Участники и ведущие развлекательных программ на Рос-ТВ. Сейчас они самые популярные комики России. Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Азамат, не сильно обидно? Ты же просто тоже из этой темы. Фронтмены команды КВН Камызяки. Своим юмором они покорили всю Россию. Да, да, чё, как дурак отдай! На, на, на! Более полутора лет комики придерживались нейтралитета. Но любовь к деньгам перевесила. Честно говоря, когда рассказывали, были аж мурашки по коже. Что могли бы пожелать жителям Донбасса в эту важную дату для нас? Мира. Ну, самое главное, мирного неба над головой. Кремлёвские шуты приехали на временно оккупированный Донбасс. И приняли участие в концерте, приуроченном к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. За морем и океаном живут американцы. Смотрят сериалы и бургеры едят. И верят то, что Богом они избранная нация. Хоть внешне американцы напоминают нас. Вторая мировая, а по-русски Великая Отечественная война. Излюбленная и чуть ли не единственная тема Кремля. Комики за мир во всем мире. Но в шутливой форме борются ядерным оружием. Как и пропагандисты Соловьев и Скобеева. Но где-то по бескрайней заснеженной Сибири Мобильный комплекс едет баллистических ракет. Концерт прошел в мемориальном комплексе «Саур-Могила». И на него сразу отреагировали в соцсетях фанаты творчества камызяков во всех постсоветских странах. И если у Азамата Мусагалиева комментарии в инстаграме закрыты, то по Денису Дорохову приложились по полной. Тысячи негативных комментариев. Возможно, комики хорошо заработали в этот раз. Но потеряли намного больше. Любовь фаната. Чемпионы КВН, обладатели многих кубков. Они 10 лет были флагманами юмора в клубе «Веселых и находчивых». Потом они перебрались на главный развлекательный канал РФ – Тенте. И до последнего, если не поддерживали войну, то просто придерживались нейтралитета. Но как и игра, которая дала им популярность, а теперь скатилась до третисортных политических шуток. Мусагалиев и Дорохов поддерживают преступную политику Кремля. Где-то по соседству живут себе германцы. Германцы обожают сосиски и пивас. И верят в то, что круче нет американцев. А в остальном германцы напоминают нас. Как и большинство российских артистов, они поддерживали преступную войну в Украине. И теперь их площадка для выступлений – это пределы РФ и временно оккупированные земли. А миллионы людей, которые раньше были почитателями их творчества за пределами России, больше не будут ими восхищаться. КОНЕЦ КОНЕЦ